Привет, друзьяшки! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Я решил записать для вас вторую часть видео о том, как укрепить иммунитет, потому что мне начали писать на инстаграм сообщения. Люди начали благодарить за этот видосик. Они нашли его довольно полезным. И начали задавать много вопросов. А раз есть много вопросов, значит, я дал недостаточной информации и вынуждаетесь, скорее всего, о большем количестве информации. Вот, я решил вам чуть-чуть еще пояснить первое видео и дать больше информации о том, как в целом работает эта система и как еще укрепить можно организм. А без укрепления организма и не будет и крепкого иммунитета. Так вот, в прошлом видосе я вам дал такую информацию, что нужно употреблять бактерии. И это действительно работающий способ, это очень крутой способ. Но вы должны понимать, что существуют быстрые способы поднять иммунитет, а существуют также медленные способы. И нужно четко разделять, где быстрые способы, где медленные способы. Употребление бактерий чрезвычайно важно, потому что с помощью правильно заселенного кишечника, правильными бактериями, а какими именно бактериями, в принципе, я не буду рассказывать подробно. Правильные бактерии это и есть то, что вы можете купить, например, в аптеке. Это и будут правильные бактерии, которые разработаны специально для того, чтобы улучшать пищеварение. Если правильно бактерии находятся в кишечнике, то они позволяют лучше усваивать витамины с пищей. То есть, когда в кишечнике все в порядке, пища, которую вы получаете извне, она лучше усваивается и вы употребляете с нее больше, вы берете с пищи больше. То есть, вы берете с нее витамины, которые как раз и будут вас оздоравливать. Но вы должны понимать, что это все медленные процессы. Если вы, допустим, портили свой кишечник в течение многих лет жизни, или, может быть, даже с детства вы неправильно все это делали, то заселить правильными бактериями – это не такая большая, не такая быстрая процедура. И еще вы должны понимать, что бактерии, если вы раз их заселили, допустим, в организм с помощью ее препаратов, они, в принципе, не жизнеспособны там надолго в организме. Они не могут поселиться в вашем организме и жить годами, какое-то потомство давать, детишек, семьи разводить, бабушки, дедушки. У них так не работают бактерии. Они все погибнут в ближайшем времени. Но они сделают колоссально полезный объем работы, и они помогут вам оздоровиться, научат вас организм правильно работать, ваш иммунитет правильно работает. Отсюда следует, что нельзя просто раз попринимать препараты с бактериями, забыть об этом. То есть, вы должны это делать периодически. Я бы делал это на вашем месте, я делаю так, и это делать нужно курсами. Пропили, допустим, препарат один, сделали период столько же, сколько вы пили, пропили еще раз этот препарат. Можете раз в месяц делать. Как вариант, можете делать просто раз в месяц такие курсы себе с заселением полезных бактерий. Просто раз в месяц, например, неделю вы заселяете полезными бактериями свой кишечник. И это будет крутая схема. Так вот, но это все медленные способы. Есть быстрые способы поднять свой иммунитет. И они почти всегда связаны с шоком для организма. То есть, это состояние шоковое, в котором организм или думает, что он погибнет, или он думает, что настолько сильно опасно для организма, что просто угрожает вашему здоровью что-либо извне. То есть, это какие-то критические ситуации. Например, тоже закаливание. Например, если вы занимаетесь моржеванием зимой, когда вы залезаете в воду около нуля температуру, и когда воздух вокруг еще ниже, может быть минус 5, например, минус 3, минус 10 даже, даже минус 20. То есть, даже в этой температуре закаляться будет полезно. Когда вы залезаете в эту воду на минуту, то минута вас не убьет в этой воде. Но, если вы залезете на нее на 2-3 минуты, это вполне реальное количество времени, которое способно вас убить в воде. Отсюда получается, что то, что нас не убивает, как говорят, делает нас сильнее. Это реально работает. И таким образом, это идет критическая нагрузка на ваш организм. В этой ситуации организм вынужден просто становиться мощнее. Он использует те критические резервы, которые он никогда не использует. И с помощью гормональной системы, с помощью запуска кучи систем, это все происходит выделение нужных веществ для укрепления вашего организма. Но это скрытые резервы, которые не нужны вам для повседневной жизни. Чтобы их вынуть, нужно как раз создать вот такую критическую нагрузку на организм. И это закаливание. Также это может быть, например, сдача донорской крови. Вы должны понимать, что сдавать кровь действительно полезная штука. Я сдавал кровь около 6 раз в среднем где-то по 450 грамм. Я хорошо знаю этот вопрос, и в этом видео я могу дать вам немножко информации просто для размышления. Потому что более подробно это тема отдельного видео про донорство. Итак, это тоже критическая ситуация для организма. Когда вы сдаете кровь, то организм, в принципе, при потере большего количества крови, он способен впасть в кому. То есть это как бы получается критическая ситуация, но она вас не убивает. Она действует, наоборот, укрепляющей на организм. Сначала вы слабеете после сдачи крови, но потом вы неизбежно крепнете. Организм просто перезапускается. Это перезапускается всей системы. И это очень мощный инструмент. Я рекомендую использовать сдачу цельной крови. Это примерно 450 грамм за раз. Если вы худенькие, вам не дадут столько сдать крови. Вам дадут сдать максимум 300 грамм. То есть можете не заморачиваться, что с вас возьмут крови больше, чем нужно. Никто этого не сделает. Им не нужно, чтобы вы уходили оттуда в плохом состоянии. Им нужно, чтобы вы были здоровы. И чтобы вы к ним вернулись и еще раз помогли крови. Реально сдавать кровь, вы реально спасаете чьи-то жизни. И это очень благородно, это очень круто. И это вас еще очень сильно оздоравливает. Такие сдачи крови перезапускают в организме все. И действуют просто как мощнейшие стероиды на организм. Это все укрепляет вашу иммунку чрезвычайно сильно. Врачи рекомендуют делать это примерно раз в 2 месяца. Я рекомендую делать это раз в 3 месяца. По своему организму, что я чувствую после сдачи, реально раз в 3 месяца. Не нужно так часто сдавать кровь. Может даже еще реже. То есть по вашим ощущениям. Но для этого вы не должны быть слишком худенькими. Но скорее всего вас просто тогда не пропустят на сдачу крови. Так вот, вот уже я вам даю второй способ. Донорство крови. Это второй критический момент для организма, опасный. Который способен вас в принципе вообще уволить. Но если вы делаете это грамотно, то это просто новый уровень для вашего организма. Вы просто используете свои скрытые резервы. Но использовать скрытые резервы нужно грамотно. Если вы будете истощать их, например, вы будете закаливаться чаще 2 раз в неделю. То это будет истощать ваши ресурсы. И вы будете слабнуть от этого. Если вы начнете сдавать кровь, например, приходить чаще, чем раз в 2 месяца. Я вот не знаю, они наверное даже вас и не пустят чаще 2 месяца. Они видят, когда вы сдавали. И скорее всего вам не дадут сдать. Но чаще не нужно. Потому что это будет... Организм будет исчерпать свои скрытые резервы. И это будет приводить к тому, что вы будете слабнуть. Но это мощные способы и быстрые способы просто перевернуть в вашем организме иммунку. Это 100% работает от тех вещей, которые я проверил на себе. И это реально работает, ребятки. Это реально работает. Теперь третий способ, мощнейший способ. Это голод. То есть я сказал вам, первый это был холод. Второй это кровь ваша. И третий это голод. Если вы грамотно используете голод, то вы сможете грамотно. Это тема отдельного видео. Как правильно голодать. Но если вы научитесь это делать правильно. Сейчас очень много об этом говорят. И очень много говорят полной чуши. Про то, как нужно голодать. Просто полнейшую чушь. Реально люди, не понимая тонкости голодания, они могут себе очень сильно навредить. Я сейчас вам рекомендую голодание. Но вы должны понимать, что голодать нужно правильно и нужно уметь. Это не просто, что я сказал, что нужно голодать. И вы начинаете не есть, например, несколько дней. Нет, нужно в этом вопросе разобраться. Опять же, у меня появится на эту тему видео, скорее всего. И скорее всего появится, только не в ближайшее время точно. Я расскажу о своем опыте. Я вам советую просто использовать короткие голодания. Если у вас все хорошо со здоровьем. Если у вас нет каких-то язв. Нет проблем с кишечниками. Нет проблем с кислотностью желудка. Вообще не было никаких проблем. Если вы реально знаете, что вы здоровы. Вообще лучше перед этим способом проконсультировайтесь с врачом. А еще лучше сдайте анализы перед тем, как голодать. Итак, используя короткие голодания, вы способны перезапускать в своем организме многие системы. И, скажем так, снимать с него нагрузку, которая ложится, когда вы постоянно много едите. Но вы должны понимать, что голодание – это не совсем естественная штука для организма. Короткие голодания, короткие голодания, они реально оздоравливают. По поводу длинных голоданий, я не сторонник длинных голоданий. Потому что, ну, ребята, в ГУЛАГе, когда держали пленников, которые были невероятно истощены голодом, они не были здоровы. Они были чрезвычайно больные люди. Но короткие голодания, например, как в животном мире, как вот раньше наши предки жили, когда они, то есть, у них не было такого доступа к пище. Такого простого и легкого доступа к пище, как у нас есть сейчас. Они вынуждены были есть реже, возможно, больше, но реже. И больше промежутки вот этого голода как раз организм успевал перестроиться и навести порядок у себя внутри. То есть, используя вот такие короткие голодания, я рекомендую не более, там, суток, 12 часов, 18 часов, до суток вообще. И обязательно с водой. Можете пробовать сухие, но я считаю, нужна вода. Все равно на голоданиях. Так вот, вот эти три способа, это мощнейшие, невероятно быстрые, мощные способы, способные повысить ваш иммунитет быстро, если надо же делать. Это как дополнение к первой части моего видео. Теперь мы переходим к основной части этого видоса. И я вам расскажу о том, как в общем, как вообще укреплять организм. И я сказал, что потребление витаминов, да, не укрепляет иммунитет. И это правильно. И оно не укрепляет, оно укрепляет ваш организм. То есть, вы просто организм, ваш организм нормально работает. Организм, чтобы иммунитет нормально работал, нужны белки. Чрезвычайно важная часть иммунитета – это белок. Если просто клетки иммунные строятся из белков, вот эти все клетки, которые борются с вашими врагами, которые они попадают, с этими болячками, со всеми заразами, которые попадают, вам для этого нужна белковая пища. То есть, в вашем рационе должно быть достаточное количество белков. То есть, мы уже переходим плавно к питанию. И вы должны получать нужное количество белков, желательно с растительного происхождения. Малую часть животных белков, но не обжираться мясом. По-моему, будет дождик. По-моему, точно будет дождик. Так вот, не обжираясь мясом, а получая растительные преимущества на белки, ну, например, что это может быть? Вот расскажу конкретно, что я, допустим, потребляю. Это может быть, например, нут. Это может быть чечевица. Это может быть бобовая фасоль. Это может быть горох. Орехи. Всевозможные виды орехов, которые найдете. Это все круто, 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 очень круто действует на ваш организм. Помимо полезных жиров, это еще и белки, которые нужны для иммунной системы. Ну, и мясо, которое легко усваивается. Не то, которое нужно долго усваивать. Особенно летом. Я летом вообще очень сильно снижаю количество мяса. Или вообще лучше убрать его даже летом. Потому что для мяса при высоких температурах, когда вы летом, когда жарко, оно плохо усваивается в организме. Тем самым оно нагружает его излишне. А лучше перейти летом, как раз таки, поэкспериментировать с растительными белками. В них содержится все, что нужно, то, что есть в мясе. Если вы будете все это комбинировать. В мясе есть все незаменимые аминокислоты, которые нам нужны. Ведь белки – это аминокислоты. Но качки лучше меня понимают. А если вы, допустим, не тренируетесь, как я, то вам нужно это пояснить. Белки распадаются на аминокислоты. А аминокислоты организм не может получать все полностью сам. То есть, некоторые он вырабатывает, а некоторые он должен получать только из пищи. Но из в одном источнике растительного происхождения вы не найдете весь полный комплекс аминокислот. Вам нужно получать с разных источников. То есть, например, в крупах есть... В злаковых, да? В крупах есть по одной примерно аминокислоте, которая незаменима. А в другой – другая есть аминокислота. В третьей – третья аминокислота, понимаете? Таким образом, вы набираете тот состав незаменимых аминокислот, употребляя разноплановую пищу. Теперь вы лучше понимаете, почему нужно питаться разнопланово. То есть, вы, например, должны употреблять... Вот основа моего рациона составляет, например, гречи. Это гречка, да? Пшеничная крупа – очень любимый продукт. Это рис, желательно не шлифованный. Это овсянка, желательно цельнозерновая, а не хлопья, которые сильно быстро усваиваются. Это цельнозерновая овсянка. Это перловка. Это ячневая крупа. Вот по поводу круп – это основной состав. Здесь специально я не сказал пшеничную крупу. Потому что пшеничная крупа, она не просто так стоит дешево в организме. Ой, не просто так стоит дешево в магазине. Она или вам вообще не нужна, не буду сейчас рассказывать почему, но есть причина. Или в минимальных количествах. Лучше употребляйте, если хотите вы употреблять пшеницу, лучше употребляйте булгур тогда. Булгур, который более... Ну, вы знаете, как выглядит булгур, это более крупное такое зерно. И вот можете его употреблять, но опять же, минимальное количество пшеницы в рационе должно быть у вас. Оно не сильно оздоравливает организм, и оно действительно, ценность пищевая у него минимальная. Вот люди пшеницы кормят собак. Это нормальный выбор для собаки. Не для человека. Это основные злаки, которые я вам рекомендую. И употребляя это все вместе, вы будете получать нужное для организма количество микро- и макроэлементов, которые будут укреплять ваш организм. И что, в свою очередь, будет способствовать тому, чтобы организм будет нормально работать. И тогда в комплексе все это будет работать хорошо с иммунной системой. Но как таковое прямое воздействие на иммунку это не будет иметь. Если вы будете вести чистоплотный образ жизни, как я рассказывал в первом видосе, слишком чистенький такой, слишком правильный такой, пушистый, знаете, то хорошее питание не сможет вас сделать суперздоровым. Потому что вы просто будете болеть из-за каждого чиха, пыха возле вас. Кто-нибудь чихнет, вы заболеете. Вы должны быть в среде, в которой есть болезни, есть бактерии. Отсюда следует, ребятки, например, лирическое отступление. Например, расскажу вам про детские садики за рубежом. И вообще о детях. За рубежом детей отдают в садики уже с возраста 6 месяцев, год. То есть очень рано. И они знают, что они переболеют кучей болезней. Но их садики сравнивать с нашими сложно. Понимаете? Наши садики, это скорее всего, там достаточно много проблем. В самом организации этих садиков. Начиная с температуры в помещениях и заканчивая вообще качеством воздуха. Наличием всяких ковров и так далее. Так вот, вот эти садики, они, конечно, выше качества, чем наши. Но смысл в том, что дети, общаясь с другими детьми, учатся правильно воздействовать, правильно защищаться от бактерий. То есть их иммунка работает. И переболев этими болячками, они прекрасно знают родители. Вот, допустим, в Голландии родители не боятся, если их дети болеют. Более того, если ребенок заболел, его отводят в садик. Его не закрывают дома, а ведут в садик больным. Представляете, чтобы у нас бы такое кто-то сделал. Они ведут, чтобы другие дети заболели. Они не заморачиваются тем, что вы кого-то заразите. Если вы у нас кого-то заразите, если у вас ребенок придет больной, заразит других, до вас просто, я не знаю, что с вами сделают. Серьезно, это будет куча проблем, это будут какие-то непонятные разговоры. И, скорее всего, вообще, просто вас будут вспоминать, как о каком-то злодеи, который заразил всех детей, божечки, что ты натворил. Так вот, а это все действует очень хорошо на организм. Это учит организм бороться с этими всеми микробами. Но все хорошо в меру. Чрезмерно. Чрезмерно. Иммунка на это не рассчитана. На чрезмерное количество болезней вокруг. То есть не нужно этим злоупотреблять. Также еще хочу рассказать вам о том, как... По поводу бактерий. Когда вы, наверное, не заморачивались вопросом, что происходит с детьми, которые рождаются в 5 месяцев, в 6 месяцев, в 7 месяцев. То есть тех, которых недовыносили. Сейчас медицина научилась даже 5-месячных, по-моему, даже... По-моему, 5-месячные, а может, даже еще меньше возраст детей вынашивать до полного возраста в больнице. То есть, получается, они в роддоме находятся, эти дети находятся по 4 месяца, например. То есть таких детей можно рожать. Так вот, дети, которые рождаются недоношенными, их тоже накармливают бактериями. Им искусственно заселяют бактерии, которые укрепляют их неиммунную систему. Это помогает им выздороветь. Не выздороветь, это помогает им быть здоровыми, чтобы их неиммунка хорошо работала. То есть недоношенным детям, которые не очень так... Какое там здоровье? Но им 5 месяцев. Там просто вопрос выживания идет, понимаете? И в этих условиях врачи не боятся им вводить эти бактерии, потому что это настолько безопасный продукт, который реально работает и который реально укрепляет иммунку. Поэтому вот не давайте людям вас вводить в заблуждение по поводу этих прекрасных вещей. В аптеке не все плохое. Много чего в аптеке, то, что нам вообще никак не оздоравливают, это делает нас только людьми, зависящими от препаратов. Но бактерии созданы реально на благо, ребята. Погнали дальше по поводу питания. Как видите, тема очень обширная. И нужно затронуть очень много ваших сфер жизни. По поводу питания. Продукты я рекомендую, кашу злаковые, готовить очень быстро. То есть это не длительная готовка, которая убивает максимально все полезное, что там есть. Что я имею в виду? Это витамины, которые содержатся в крупах в естественном количестве. Их можно убить просто при длительной варке. То, как вас учили бабушке, дедушке готовить каши, это все не работает. Если у вас каша подгорает, вы не умеете готовить кашу. Я питаюсь очень давно, в основном, преимущественно злаковыми кашей. И я их очень люблю. Меня это вообще никак не напрягает. Научитесь готовить их вкусно. Чтобы это было реально вкусно. И я советую варить каши максимум 5-7 минут. Любая злаковая крупа способна приготовиться за 5-7 минут. Вы заливаете кипятком эту кашу, варите ее 5-7 минут, накрываете крышкой и на 3 часа ставите в укутанном состоянии доготавливать. То есть она у вас в более жидком состоянии находится. Постепенно эта вода впитается внутрь, и все, каша будет готова. Она никогда не подгорит. Это всегда будет вкусная, максимально полезная каша. Это будет максимально полезный продукт для вашего здоровья. Медленная готовка. Если это не шлифованный рис, ну вы из практики потом поймете лучше, сколько нужно готовить. Если это не шлифованный рис, это может быть, например, 7-10 минут, максимум 15 минут варки, если вы, например, делаете плов, и там еще есть мясо. То максимум 15 минут вы укутываете, ставите на 3 часа, через 3 часа все готово. Крупа не нуждается в длительной готовке. Ей просто нужно, чтобы напитать влагу, ей нужна температура. И она поэтому, вы долго варите, думая, что она напитает влагу. На самом деле нужно просто кипятком ошпарить, убить там то, что там лишнее, возможно, какая-то грязь, возможно, крупа просто была грязная. Излишнее то, что на ней было, и то, что нежелательно, чтобы попало в ваш организм. Но, в принципе, допускается, в принципе, допускается вообще заливание даже водой. То есть вы можете залить просто водой, даже не кипятком. Поставить ее на ночь. Ну, лучше кипятком просто залить все-таки. Кипятком залить на ночь, и утром будет у вас готовая греча. То есть, например, в термосе. Вот, если вы смотрите Орел и Решка, Антон Птушкин так любит делать. И он крутой чувак. Он правильно делает. Я не знаю, как он, интуитивно к этому пришел или нет. Он заливает кипятком в термосе гречью. И она у него готова. Через какое-то время он ее спокойно кушает в любой обстановке. Где бы вы не были в каком участке планеты, вы всегда можете так приготовить себе еду. Так вот, отсюда следует. Понимаете, вот эти привычки в питании, они должны стать частью вас просто. И это все будет укреплять ваш организм постоянно, на ежедневной основе. Все это будет способствовать тому, что вы будете оздоравливаться. В вашей пище также должно быть достаточно фруктов. Ну, простые вещи. Фрукты, овощи. Это все должно быть. То есть рацион из фруктов, овощей, круп. Минимальное количество животных белков. Максимальное, не максимальное, а достаточное количество растительных белков. Полезные жиры. Это оливковое и льняное масло. Вот, если будет это основа вашего рациона, вы будете ежедневно укреплять свой организм. Ежедневно давать нужные питательные вещества. И он будет, если на него какая-то зараза нападает, он будет максимально сфокусирован. И у него будет все, что нужно. Понимаете? Теперь по поводу витамин. Витамины все же нужно принимать, особенно если вы тренируетесь. Витамины нужно принимать в то время, когда мало фруктов в нашем рационе, ягод мало. Ну, то есть зимой, зимнее время, конец осени, зима, начало весны. Примерно вот 5 месяцев в году. Может чуть больше, да? Если у вас, допустим, нет. На консервацию не надетесь. Что вы законсервировали ягоды, и там куча витаминов сохранилась. Не надейтесь на это. Консервация это в основном вкусняшки. Это просто вкусняшки. Это не считайте, что это витамины. К сожалению, это не работает. Там вот смотрите. Дождь идет. Прикольно, красиво. Поэтому, если вы тренируетесь, вам нужны витамины. Если вы обычный человек, вам все равно нужны витамины. Ну, в меньших дозировках. Если вы тренируетесь, то спортивные витамины. Если вы не тренируетесь, то обычные аптечные витамины. Но, могу дать из себя советик. Выбирайте витамины. Есть такие американские витамины. Я фирму не буду говорить вам специально. Поищите просто витамины, которые уже идут с ферментами. Поищите, прям погуглите. Витамины с ферментами. Такие витамины, в них уже добавлены ферменты, которые помогают усваивать этот витамин. Понимаете, когда витамины в форме таблеток, капсул, это не совсем естественная их форма. Когда они находятся в фруктах, в ягодах, то ваш организм, усваивая их, вырабатывает большое количество ферментов, расщепляя их и берет эти витамины. Дальше, если у вас хорошая микрофлора, то в кишечнике это все еще лучше усваивается с помощью бактерий. Так вот, чтобы принимать витамины и усваивать их, нужно употреблять ферменты. И вот такие американские витамины, я такие покупаю иногда. Почему американские? Потому что они проводят исследования. Ну, у них бабки есть на такое, понимаете? Они исследуют, проверяют препараты. И вот эти американские витамины, они уже идут с ферментами. Потому что они проверили исследование и доказали, что оно лучше работает. Они лучше усваиваются, эти витамины. Выбирайте такие себе витамины, реально это лучше будет работать. Схема приема витаминов. Схема приема витаминов, ребятушечки, неделя через неделю. Опять же, американцы исследовали и выяснили, что это оптимальные режимы применения витаминов. То есть неделю вы пьете витамин, а неделю вы их не пьете. Чтобы организм получал витамины, во-первых, не расслаблял булки, получал витамины с пищи и сам их оттуда добывал. Организм должен работать, он должен добывать это все. Сам напрягаться и сам правильно это все употреблять. Если вы получили витамины в готовом виде, это нормально. Просто вы должны делать это курсами. Неделю попили витамины, неделю вы не пьете и получаете их с пищей. Во-первых, организм отдохнет от таких курсов витаминов, потому что это тоже работа. Ему нужно работать, чтобы это все усвоить. А когда неделю вы отдыхаете, то организм получает с пищи все, что ему нужно. Правильно, пища, как я рассказал, как нужно это готовить. В летнее время, когда есть ягоды, это практически вообще не нужно делать. Вам витамины покупные практически не нужны, если только вам их врач не назначил в каких-то определенных ситуациях. Вот, поехали дальше. Если вы еще не используете в своей жизни продукты пчеловодства, то плохо. Нужно использовать. Если бы вы читали, например, журналы пчеловодов, которые пишут, там вот, есть такие журналы, я просто когда-то газета такую мне приходила, бесплатно в ящик мне бросали. Я там почитал, как пчеловоды, там пишут новости, типа, от пчеловодов, которые занимаются всю жизнь пчелами и сами, соответственно, потребляют эти все продукты. Потому что пчеловоды всегда употребляют свои продукты. И там пишут, например, новости. Скончался пчеловод, там, Вася, в возрасте 100 лет. Очень грустная новость. Или там, скончался пчеловод Иннокентий в возрасте 120 лет. Очень грустная новость. 120 лет. Да, очень грустно. Ну, нет, жалко, что человека не стало, да. Ну, 120 лет. И этот мужик, скорее всего, вел активный образ жизни до конца своей жизни. Это, реально, это просто невероятно. Это просто чудесные продукты пчеловодства. То, что они есть на нашей планете еще, что есть пчелы, которые этим занимаются, это уникально. И вы должны это использовать в своем рационе. Не отказывайте себе от этого. Если вы думаете, что это вас аллергия будет мучить из-за этого, ну, есть продукты, которые пчеловодство, которые не вызывают никаких аллергий. Абсолютно которые гипоаллергены. Итак, банально, пробежимся быстро по списку продуктов пчеловодства. Первое, это перга. Это очень мощная вещь. Пергу нужно применять по 5-6 бочонков рано утром натощак. Все продукты пчеловодства принимаются рано утром натощак. Только проснулись, первое, что вы съели, это продукты пчеловодства. Именно в это время организм максимально нуждается в этом и максимально хорошо это все усваивает. Второе, это пчелиная пыльца. Это тоже, это продукт, который не вызывает никаких аллергий. Пчелиная пыльца и перга. Возможно, могут быть аллергии на мед. Реально могут быть. Потому что это растительное происхождение. Очень много цветков, на которых пчелка полетала. И на какой-то из них у вас может быть аллергия. Вполне нормальная ситуация. Но пыльца и перга, это продукты, которые уже частично переработаны. Перга, это вообще продукт, который уже идет со слюной. С ферментами пчелки, которая его срамбовала себе на запас. А пыльца, это продукт, который был у нее на лапках, который она просто не донесла до сот. И их собрали, пчеловоды, да, и вот вы получили к пище. Так пользуйтесь этими продуктами, ребятушки. Пыльцы нужно употреблять чайную ложку рано утром. Рано утром натощак чайную ложку. Мед нужно употреблять одну столовую ложку в день. Не больше. И тоже существует схема приема этих продуктов. Все рано утром натощак, и нельзя сидеть на каком-то одном пчелопродукте. Нельзя сидеть на каком-то одном продукте постоянно. То есть я рекомендую делать так. Месяц вы сидите на меде. Месяц вы употребляете пыльцу. Потом вы месяц можете употреблять пергу. Или чередовать только пыльцу и мед. Потому что пергу иногда сложно достать. Пыльца и мед тоже будут удовлетворять достаточно вас. Таким образом чередуйте. И когда вы употребляете такие продукты, вы должны пить достаточное количество воды, чтобы ваши почки нормально работали. То есть вода очень-очень важная часть вашей жизни. И были реальные случаи, когда люди садили почки, употребляя пыльцу пчелиную. Что с вами этого не произошло, так как я вам советую такие штуки. Пейте достаточное количество воды, и все будет у вас окей. И это я, ребята, я уже не знаю сколько лет. Лет 10, наверное, употребляю эти продукты. И со мной все супер. То есть я все, что я сейчас говорю вам, все это проверено на мне. Это не Википедия, где я там посидел, все вычитал. Нет, это просто годами этот опыт, который я хочу вам передать в этих видосах. Просто хочется вот по доброте душевной с вами этим поделиться. Да, вот не знаю, мои родители посмотрят, допустим, друзья, там, близкие мне люди. Мне просто проще им видос кинуть, и все. Поэтому не совсем это все бескорыстно. Я делаю это для своих близких. Ну, для вас, да, для моих зрителей, которые смотрят мой канал и будут смотреть в будущем еще, так как канал молодой. Времени маловато на это все. Но я буду этим заниматься как можно чаще. Так вот, поехали дальше. Продукты пчеловодства, они способны насыщать ваш организм на невероятно глубоком уровне. Они насыщают клетки всего организма и омолаживают. Эти продукты реально имеют омолаживающий эффект. Но самый мощно омолаживающий эффект и по питательным ценностям продукт, это, по моему мнению, это маточное молочко. Это вот просто невероятный какой-то продукт. Достать его практически нереально. Чтобы его достать, вы должны найти пчеловода, который вам в холодильнике доставит маточное молочко в холодильнике, прямо с места, где он возьмет его, и не должно пройти более 2-3 часов, пока он к вам доставит этот продукт. То есть вы должны с ним договориться заранее, лучше прийти к нему уже весной где-то, потому что это обычно летом происходит выделение маточного молочка. Придите к нему весной и договоритесь уже на лето, лучше в конце зимы даже где-то, договоритесь, что вы хотите купить у него маточное молочко. Сколько скажет вам цену, столько и платите. Не торгуйтесь даже с ним. Если реально он заморочится и принесет вам этот продукт в холодильнике, если он не знает, что нужно в холодильнике, расскажите ему об этом. Скажите, что нужно приносить в холоде. Вы не можете пойти в магазин и купить маточное молочко. Оно, все, что там продается, это все не работает. Его нельзя сберечь его свойства. Этот продукт должен быть максимально свежим, максимально быстро принятым в течение 2-3 часов. Как его добыли, приняли. Все. В чем его свойства? Это практически как стероид действует на организм. Оно просто дает колоссальный заряд энергии. Питательная ценность просто зашкаливает. Рассказывать все о продуктах можно часа 4, наверное. Только вот видео понадобится, чтобы рассказать об этом все. Очень много, очень много грани этих продуктов. Маточное молочко – это омолаживающий продукт. Организм, который… Это продукт, который способен сделать вас здоровее и омолодить. Почувствовать его действие практически у вас не получится. Максимум, ну, может быть, прилив какой-то энергии будет у вас. Ощущение бодрости, может, что-то такое. То есть это не какой-то супер… Это не стероид, который вы… То есть не какой-то, не знаю, прием кофеина или чего-то такого, что вы выпили сразу же у глаза. Там вот такие у вас супер много энергии. Вы почувствовали, да, я что-то принял, какой-то дозу. Это не наркота, ребята. Это естественное вещество, которое при систематичном употреблении будет вас омолаживать. Не бойтесь его переесть, потому что вы его много так не найдете, чтобы его переесть. Поэтому по поводу доз – сколько достанете, столько достанете. Спросите у пчеловода, сколько нужно употреблять его. Но обычно это примерно… Как на спичечной головке количество должно быть его. То есть минимальное количество. И это способно творить чудеса. Реально чудеса, продукт. Вот. Вот это в целом понимание того, что я рассказал вам в этом видео. Считайте это как видео больше о укреплении вашего организма. А первая часть – укрепление именно иммунитета. Все вместе, объединив это и сделав это частью своего образа жизни, вы наконец-то таки будете здоровыми, нормальными людьми. Соблюдаете все принципы. Вы будете оздоравливаться ежедневно. Вы будете становиться здоровее и здоровее. И будете дольше жить. И самое главное – вы будете жить более качественно. Это более энергично. У вас будет больше желания жить. И это все очень важно. Но это должно стать частью вас. И вы должны понимать, что есть как быстрые способы, так и медленные способы. Все, ребятки. Я надеюсь, это было видео для вас тоже полезным. Но если останутся еще какие-то вопросы, опять же, пишите мне в инстаграм. Не стесняйтесь. Если не сразу, но я постараюсь вам все равно ответить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И увидимся. Берегите себя, ребята. Привет, друзьяшки. Рад видеть вас у себя на канале. О здоровье, тренировках и... О чем еще? О чем еще мой канал? О здоровье, тренировках и... Жизнь. Редактор субтитров А.Семкин